Участие в национальном чемпионате Обилимпикс для него действительно выход в свет. 38-летний Михаил Бурмакин вынужден постоянно быть дома. На улице он гуляет лишь летом, когда ложится на плановое лечение, которое длится всего две недели. Победа в региональном этапе, который прошел в этом году в Камчатском крае, дала возможность молодому человеку побывать в столице страны и просто пообщаться с людьми. Несмотря на уверенность в своих знаниях, в компетенции социальная работа, Михаилу призовое место занять не удалось. Зато это получилось у учителя Елизовской школы. Марина Онищенко стала бронзовым призером в компетенции учитель начальных классов, несмотря на все сложности. Педагогу по английскому языку попало задание подготовить уроку-предмету «Русский язык» на тему главной члена предложения. Марина Онищенко – молодой, креативный и активный педагог. Так они отзываются коллеги новой Елизовской средней школы номер три. Несмотря на то, что школа существует два с половиной месяца, у нас есть определенные результаты. И вот Марина Александровна – это наша такая первая звездочка в профессиональном уровне. Всего на национальный чемпионат в Москву с полуострова отправились восемь участников. Это студенты, сотрудники камчатских техникумов, а также учитель средней школы. У каждого был свой сопровождающий. Мероприятие всероссийского масштаба проходило в 75-м павильоне ВДНХ с 20 по 22 ноября. Имеет значение не сколько соревновательный момент, а сколько возможность свести огромное количество людей, огромное количество регионов и дать возможность всем участникам показать свои способности найти себя в профессии. Чемпионат «Обилимпикс» проводится в рамках государственной программы «Доступная среда» и является единственной площадкой в России, где молодые люди с ограниченными возможностями могут продемонстрировать свои профессиональные навыки широкой аудитории, в том числе и потенциальным работодателям. Нет ограничений ни в каких профессиях, неважно, есть ли у тебя проблемы со здоровьем, нет. Главное – стремиться идти к своей цели. Еще раз! Лиса Натыпова, Антон Скрипаченко, информационное агентство «Камчатка». Лиса Натыпова, Антон Скрипаченко, информационное агентство «Камчатка».